Всем привет! С вами компания Гарант Ремонт. Меня зовут Дмитрий. И сегодня будет необычное видео, потому что обычно этот этап происходит до самого строительства, до ремонта, квартиры, дачи, без разницы. И как вы, наверное, это уже поняли, речь пойдет про дизайн-проект. И в этом ролике мы взяли интервью у дизайнера, поэтому приятного просмотра. Но прежде я хотел бы вас попросить, пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, и, к примеру, в этом ролике вы узнаете, как вы можете повлиять на тему следующих выпусков. Вы наши зрители. А в целом, я хочу сказать, что мы в последнее время очень стараемся над тем, чтобы ролики были очень информативными, полезными для вас. Потому что у многих... Команда большая, и у многих есть свой опыт, и многие построили, отремонтировали не один объект, да, как, к примеру, кто-то для себя. И, естественно, у Гарант Ремонт в целом у них опыта больше, и, соответственно, информации мы можем дать больше. Но нам очень важно, чтобы вы тоже участвовали, потому что мы в первую очередь делаем это для вас. Поэтому, пожалуйста, не скупитесь на лайк, и, возможно, какую-то свою мысль, если хотели бы выразить, или предложить тему, то обязательно пишите в комментариях, мы будем очень благодарны. А вообще, я часто делаю в конце сцену после титров. И вот, к примеру, в этом ролике я там кое-что узнал, для меня было действительно удивлением об одной функции, раковине. Ну, в целом, вы можете посмотреть и написать комментарий. Привет. Привет. Представишься, кто-то, что-то... Меня зовут Алина Жучко, по образованию я архитектор, практикующий дизайнер уже более 8 лет, являюсь членом Белорусского союза дизайнеров. Хорошо, Алина, можешь рассказать вообще, в чем заключается твоя работа, и что ты вообще можешь предложить людям? Да, я помогаю своим клиентам оформить жилье, оформить его так, чтобы он кайфовал, от него получил удовольствие, приходя домой. Оформить его так, чтобы в концепции интерьера чувствовалась история моего клиента, его характер, его статус. И самое главное, как я считаю, в чем моя заслуга? Это то, что я берегу нервы, сохраняю время и бюджет своего заказчика, потому как в процессе ремонта и стройки все сложные вопросы я беру на себя. Так, ну и чтобы польза была для зрителей, чем отличается плохой дизайнер от хорошего, то есть чтобы обычному человеку выбрать хороший дизайнер? У хорошего специалиста будут обязательно уже реализованные проекты, потому как все технические сложности дизайнер может увидеть и наблюдать только на стройке, живя на ней, наблюдая за всеми процессами и зная все технические тонкости. Только после этого он может грамотно составить дизайн проекта. Поэтому реализованные объекты обязательны в портфолио хорошего специалиста и дизайнера. Хороший дизайнер должен быть вам и другом, и психологом. Он обязательно узнает все тонкости вашей личной жизни. Он задаст вам тысячи вопросов. Он обязательно спросит про бюджет на ремонт. Хороший специалист никогда не будет обещать вам сделать проект за две недели, потому как это огромный объем работы. И грамотный дизайн проект разрабатывается от трех месяцев и больше. И самое главное, что должен знать каждый, это то, что хороший специалист никогда не будет стоить дешево. Дизайнер, который имеет огромный багаж знаний, который имеет высшее профильное техническое образование, который посещает европейские выставки, который формирует свою насмотренность, всегда будет ценить свое время и свои услуги. Это я. Я знаю, что вы сотрудничаете с компанией Гарант Ремонт. Есть ли плюсы сотрудничества именно с этой компанией? Самое главное преимущество это то, что мой заказчик может быть спокойным. Мы даем гарантии о том, что проект реализуется на все 100%. Вот как вы запроектировали, так он и будет реализован. Моя команда проверенная, проверенная сложными дизайнерскими проектами. Я им доверяю и как следствие этого даю сама гарантии своему заказчику о том, что все будет классно и круто сделано. Далее, следующий огромный плюс, это то, что я веду стройку, веду ремонт и проект и держу связь со своей командой, даже если не заказываю мой авторский надзор. Так как работает моя команда, я заинтересована в том, чтобы проект реализовался по максимуму и мы держим коннект, обсуждаем технические моменты вместе и решаем какие-то сложные технические задачи. Расскажи теперь вообще, как происходит коммуникация и какие-то, возможно, этапы твоей работы. Самая главная моя задача, это понять, какой интерьер представляет себе мой заказчик. Поэтому мы много с ним общаемся, разговариваем о всех нюансах его жизни. Я спрашиваю о составе семьи, о возрасте каждого из домочадцев, о наличии животных, о характерах, о хобби, о том, как ребята проводят свой день, чем они любят заниматься вечером. И вот каждый-каждый этап жизни мы проговариваем и обсуждаем. Также мы смотрим и выбираем материалы, подбираем фактуры, цвета, определяемся с концепцией. Далее не менее важный этап, это грамотное функциональное зонирование пространства. То есть я прорабатываю все возможные варианты расстановки мебели, все возможные сценарии освещения. И продумываю функционал каждого элемента будущего интерьера. После этого готовится альбом чертежей для строительной бригады и начинается самый классный и волнительный этап реализации. Я веду авторский надзор, контролирую все этапы ремонта и стройки, комплектую объект, распределяю грамотный бюджет заказчика и веду весь проект до конца. Вот такое интервью у нас получилось. Обязательно ставьте лайки, чтобы мы видели, что вам нравится. И мы постараемся сделать еще и как раз уже будет задел на будущее небольшое. Это мы спросим как раз у Алины еще разок. Можешь сказать вообще, что чаще всего волнует людей, какая может быть тема, чтобы в будущем мы сняли в этом ролик? Верно, самое актуальное это ошибки в интерьере, которые не предусмотрены заранее и потом они приносят много дискомфорта при жизни. А например? Например? Пошли покажу. То есть они у меня продумали, но могли бы быть, если бы здесь не проработал специалист. Дизайнер. Здесь у меня вход в гардеробную. Я заранее предусмотрела раздвижную перегородку для того, чтобы у нас был свободный легкий проход туда, в это помещение, и ничего нам не мешало. Если бы я здесь поставила стандартную распашную дверь, то она бы существовала в виде дискомфорт при ходьбе. Отлично. Еще момент могу поверить. Давай. В детской. При планировании шкафа, если бы я здесь предусмотрела две одинаковые двери по ширине, два фасада одинаковых, то при открытии фасад мешал бы осветительному прибору. Поэтому я спроектировала специально, нарочно, асимметричные двери для того, чтобы было комфортно открывать и ничего не мешало. Отлично. Еще момент могу показать. Так. Например, вот здесь. Так как у меня нету особых мест для размещения крючка для полотенец, то вот эту ручку, которая идет для открывания душевой кабины, я предусмотрела в том числе и для того, чтобы использовать ее в полотенце. При проектировании пенала, в котором размещена у меня косметика, я нарочно сделала две дверки, чтобы они открывались и ничего не мешало. То есть, если бы я этого не обиду смотрела, то двери в пенал бы не распахивались до конца. И я так понимаю, что, получается, в целом есть еще куча других моментов. Есть огромное количество таких нюансов, которые нужно предусматривать. Вот тогда, пожалуйста, ставьте комментарии, лайки, и тогда мы будем видеть, что это видео нужно. И обязательно, я думаю, Элина не против, будет рассказать об этих моментах. И вот здесь вот я немножко все-таки вклинюсь, у меня есть предложение. Я посмотрел статистику по нашему каналу, и одно из последних, большое самое количество лайков, которые видео набрало, это около 30. Давайте его повторим, то есть 30 лайков, и мы выпускаем это видео. Это будет мотивация и для вас, и для нас. Если тебе понравилось это видео, пожалуйста, поделись с другом. Возможно, у тебя есть кто-то знакомых, кто сейчас ищет квартиру, или хочет ее отремонтировать, или даже, может быть, не квартира, а дача, или какой-то коммерческий объект. Присылай, нам будет приятно, мы соберем поскорее эти 30 лайков, и видео будет. Спасибо большое, что вы смотрели. Надеюсь, вы уже подписались и поставили лайк, и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok